Мы выехали с президентом Донецкой Народной Республики на линию фронта. Мы были 2 или 3 минуты и нас начали обстреливать. Там идут военные, военная бомбежка людей. Понимаете, и вот то, что вы здесь, это просто, это просто издевательство. Это издевательство. Видео сейчас в перерыве, пожалуйста. Вот Антон, вот там, 2 дня назад я там стоял. Оля, можно? Если не сложно. Совсем что ли херен? Это 3 года назад, 2 года назад, какой-то город, я вообще не знаю, что это. Я говорю, вы совсем охерели. Эти фотографии сделаны вчера. У вас есть вообще понимание такое, что такое. Подождите, Андрес, вы вообще слово такой, совесть знаете, нет, уроды. Ну он же, совесть человеческая, есть у вас, нет же гречи. Я говорю, покажите Докзалеса, вы начинаете вас бессовестным называть. Это нормально вы считаете или нет? Пусть он докажет фото, видео, обстрел в Донбасс. Доказательство, какое должно было быть, чтобы на телефон Андреса Маора был заснят момент его смерти, что ли? Это никакой смерти, просто издалека показал бы, вот обстреливают. Или пусть иметь детей, которые скажут, как нас обстреливают. Вон какие-то сказки за счет. А еще лучше притащить. Смотрите, и вот я хочу в этот момент сказать. У меня большой респект перед людьми Донецкой Народной Республики. Я был в воскресенье, была масленица, праздник, в парке, вот он в парке. Я был поражен сперва, первым моментом. Если бы я ночью приехал и ночью уехал, я видел людей, что они стараются держаться вместе. Ну когда я узнал, когда я узнал, что от этого места фронт 3,5 километра, я вам скажу. Вот это геносистство поварами или что? Четки стоят довольные шубом. Давайте я скажу, да, 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 довольные, я вам скажу. В таком случае, да нет, есть обстрелы сейчас. Посмотрите, блин, с таким же успехом можно такие заявления делать. Я тебе точно могу сказать, что за последние сутки прилетело более 100 снарядов, прилетел только по линии разделения с ЛНР. Две женщины пострадало, 1,75-го года. Так это же Мерзарин говорит, что в Зайцево убивают детей. Пусть покажет видео олифлота. Он просто варел. Ты пока, пока закрой рот. Убиваю детей, я посещал, я был с ребен... Вот как не стыдно вам вообще такое говорить? Как не стыдно? В Зайцево я посетил фамилию ребенка 10 лет, который потерял свой глаз, который потерял маму, который разбитый дом. Я стоял там, я был, я не знал вообще, как разговаривать с этим ребенком, о чем говорить. Потому что в этих детях они видели войну. А вы здесь, вот вы здесь, мерзавцы, сидите и вы врете все. Посмотрите, сколько людей оплакивают могилу своих погибших отцов. Это тоже есть. Но не надо врать про Зайцево, где якобы геносид какой-то. Вы должны наконец-то признать, признать правду, что там погибают детей. Обстрел идет по людям, по детям. Я был возле памятника 200 детей побеги за это время. Как Мерзарин, фотографии покажи! Ты фотографии самовара какого-то показываешь! Я Ольга Белова, Андрей Норкин. Вышел на несколько минут из студии. Сейчас он приведет себя в порядок, придет себя. Я думаю, он к нам вернется и присоединится к нашему эфиру. Для тех, кто все пропустил, напомню, что ушли мы на рекламу на очередном жестком столкновении Андрея с Дмитрием Суворовым. Но после того, что было сказано у нас в эфире, я вот тут, наверное, должна абсолютно его поддержать. Андрея, потому что после того хамства и той беспринципной абсолютно позиции, которая была озвучена нашим украинским гостям, другого выхода из ситуации быть не могло. Я, к сожалению, не мужчина. К сожалению, в данной ситуации я не могла тоже приложить руку к его телу. Но если бы я была мужчиной, я бы с удовольствием это сделала. Так. АПЛОДИСМЕНТЫ